окончательно готова приготовились побежали ну что ж друзья мы взлетели из веселого у нас завязка по центру плану посмотрите вот настоящий огонь узелочек какой-то завязался при этом растягивал то есть проверял было все хорошо на земле посмотрим из-за чего здравствуйте глубоко уважаемый любитель ледных видов спорта как вы думаете что мы сейчас делаем судя по свободным концам это параплан наконец-то я предал планерные полеты и решил отдаться во всю парапланиризму ну правда один денечек люди видео делайте делаю делают видео видео да мама подошли ручкой андрей как оно счастливого пути летать мы будем аккуратно чтобы не укачало но весело погнали первым делом друзья нам нужно распутать наш параплан что в параплане важно опытный человек профессионал умеет летать не то что я ну так 3000 часов полета у меня на параплане налета ну и вот все забыл друзья помнил как эти вот год назад еще помнил как эти тренера правильно ставить а сейчас забыл вот именно для этого нужно летать регулярно и с так сказать осознанностью с вниманием с радостью с красивой девушкой так ну что ж помнится был у меня незабываемый случай с карабинами у меня над болгарскими горами расстегнулся карабин но не вот такой а вот и даже не вот такой вот такой вот такой расстегнулся прям один в один снег набился вот сюда вот в эту муфту муфта расстегнулась так чок потом она почему-то повернулась а потом так расстегнулась и я вот соскользнул с вот этого карабина и полетел в пропасть шучу на одном карабине остался вот пришлось дать стреляли меня внучек управление моему ученику который ошибся сводил наш параплан срыв потока потом глубокая спираль потом парашют парашют где там парашют вот ручка на парашюте мы и спаслись мы приземлились на запасном парашюте вот второй пилот вот запасной парашют вот основной параплан в общем сели чудом пролетели между елок все зашибись а вот волков малость охреневший да здесь не ступала нога человека выходили потом к людям полдня так было весело надеюсь так сейчас не будет нужно делать естественно пассажиру предполетный инструктаж первое конечно пассажир надо проверить мы смотрим внимательно застегнуты ли лапы так сказать центральный пряжка карабины потому что были не забывайте смущие когда пассажиров теряли не поверите но это реальный факт распространенная ошибка да и даже вот мой друг Андрей Алепов с которым мы в последнее время исходимся по политической позиции он терялся сам вот так в отвеске первый раз полетел бежал бежал и раз я его поднял в воздух а Андрей вот так вывалился и как лягушка пытается ногами вот так оттолкнуться значит залезть в подвеску ну я понял все дело быстренько его посадил вот я переживал что он очень расстроится он переживал что выгонят с полетов мы обняли друг друга и дружили так долгие годы ну пока так сказать не началось предполетный инструктаж представь что я страшный насильник который пытается тебя догнать вот ты должна от меня убежать всеми силами души и вот как раз здесь важно именно всеми потому что тебе будет казаться что ты уже в воздухе но надо еще пошепуршать ногами бежать 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 никогда ни в коем случае не садиться потому что если ты сядешь мне придется позвоночником тебя вот так выдергивать так как я уже старый позвоночник у меня такой же я конечно я как в молодости я мужиков по 120 кг так выдергивал но уже вот хочу без этого поэтому быстро быстро побежим я буду орать бежать бежать быстрее быстрее и все если я скажу команду стоп то тогда нужно всеми силами души вцепляться в грунт и пытаться остановиться собственно только два варианта или бежать или не бежать дальше ты в подвеску повестишь в ней можно будет к ней усесть вот сюда вот ручки сделать и подоткнуть подвеску под себя усесться полудобнее получать удовольствие дальше будет посадка на посадке я еще раз расскажу что делать ну пока просто нужно будет вывеситься в подвеске встать в ней и по моей команде наступить на землю и пытаться пробежаться пытаться не упасть мне под ноги понятно понятно тишина да как только пилот хочет стартовать всегда стихает ветер или дует слишком сильно это старая парапланированная традиция о ленточки зашевелились ты готова да капитан окончательно готова да приготовились побежали хорошо параплан ополняется бежать 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 ну что ж друзья мы взлетели из веселого у нас завязка по центроплану это же ужас потому что вот контент вот настоящий огонь узелочек какой-то завязался при этом растягивал то есть проверял было все хорошо на земле посмотрим из-за чего и теперь вариант такой мы можем ее или распутать потрясти и так далее аэродинамику параплана меняет не сильно я спокойно могу управлять строками то есть на маршрут конечно мы не пойдем, парить не будем, но и какого-то ужаса ужаса не должно быть ваше впечатление леди? это прекрасно вообще тебе не страшно, что у тебя параплан частично в неправильном состоянии? мне страшно, что я вообще на это решилась да? хорошо, могу лишь попробовать распутать еще раз показываю вам, что здесь есть, вот полностью отпущены клеванты что-то именно запуталось уже непосредственно близко к крылу как это вообще так возникло, непонятно вы скажете, Волков, как ты в такой ситуации снимать можешь? а если я вам не сниму такую ситуацию и вы не научитесь и в следующий раз так же будете волноваться там как-нибудь или еще чего-нибудь спокойствие это основное оружие пилота главное, как говорил Карсон, еще спокойствие, только спокойствие очень позитивное настроение что же случится с отважными пилотами, которые летят вниз на аварийном плане, ой, в параплане ой, что же будет, смотрите в следующей серии мое мнение сейчас, завязку не надо дергать, параплан прекрасно летит, на посадке я поаккуратнее буду с клевантами собственно и все, сейчас я после взлета сразу, видите, отпустил триммера зачем я отпустил триммера, чтобы была побольше скорость параплана то есть вот эта завязка, она, по сути, провоцирует параплан к срыву потенциально именно поэтому я увеличил скорость полета и сейчас, ну, ничего не боюсь если пилот спокоен, то он вполне может принимать взвешенные и грамотные решения если пилот в панике, то ему взвешенные решения не снились именно поэтому важно быть спокойным, даже если все плохо, а сейчас все хорошо жалко, я его не могу показать, а ты можешь головой чуть вниз посмотреть какие красивые елки под нами проплывают вот, мой восьмиорочкой, аккуратненько, ветерочек до посадки относительно плотный воздух ровный потенциальная турбулентность, которая может есть, может быть отсутствует вот, я продолжаю восьмерочками ходить по краешку посадочной площадки еще рано идти в глиссаду вот, я сейчас уже встаю на глиссаду и целюсь на начало поляны почему сюда? потому что умение пешком ходить вы знаете что? сейчас встаем в подвеске по моей команде побежим чуть-чуть вперед приготовились, я торможу, побежали побежали, побежали, побежали ты ж просто рождена быть парапланеристой смотри, какая молодец посмотри на параплан, который падает ить! эээ, позор Волкову если бы я камеру не схватил, я бы параплан положил, как положено, заборниками вверх а так позорно видите, разучился летать, сколько лет на планере теперь мой планер на лед 10 тысяч часов, он три раза превышает парапланерный надо наверстывать ты довольна? прекрасно да? я счастлива что ты на земле? да мы на земле и счастливы сейчас мы посмотрим, что там с завязкой ну, похоже на правду, да то есть умудрилась с тропа пролезть при этом я параплан подымал, наполнял этого не было видно вопрос, могло ли это, когда он валялся по земле, там чуть-чуть ну, да, могло ну, вот смотрите, классическая завязка, как бывает вот, друзья, виновник нашего торжества как получилось? образовалась петелька то есть лежала стропа и эта стропа лежала при рывке, при подъеме параплана произошло следующее раз, и об этот узелок все зацепилось мог бы ли я это растрясти? не, не мог бы поэтому хорошо, что это не тряс дальше, смотрите, как получается я расслабляю, и эта штука вылетает то есть, если бы ну, то есть, эта стропа не завязалась она просто так лежала вот она, это нормально это вилка обычная то есть, как вы видите, путаются парапланерные стропы легко то есть, еще раз показываю, как это могло бы получиться вот так дальше так и затянулось могут попадаться вот какие-то такие веточки в стропы залетать еще что-нибудь ну, поэтому к завязкам надо быть готовым друзья, местный пилот великолепный называют его Мусье Мусташ мой хороший друг Савабьен? Манифик? надо же сделать разбор полета и так, причина такого взлета это а мой большой перерыв я, честно говоря, поленился вот так поднять голову посмотреть на параплан потому что занят был чем? правильной видеосъемкой и трендежом на камеру из-за трендежа на камеру я не услышал предупреждения Сергея который, скорее всего, кричал завязка-завязка ну, честно не слышал ну, а уже оторвавшись уже услышал когда уже был в воздухе но не сорвать же крыло было тогда я уже посмотрел наверх увидел, что завязка симметричная то есть по центру незначительная не мешает продолжению полета соответственно я приземлился прилетел все хорошо выводы меньше трендеть больше слушать удачи вам, глубоко уважаемые любители летных видов спорта до новых позитивных роликов и делайте выводы летайте осторожно да главное не бояться дядя Сережа, расскажите как я так оплошал как это получилось как ты так оплошал? да как ты провтыкал завязку? да нет, на завязку ты и мог провтыкать потому что пока крыло по старту не возило что-то где-то зацепилось вот но когда ты стартовал ее не было видно потому что ты стартовал на затянутых клевантах у тебя вся задняя кромка была зажата и ее, собственно, видно-то не было до тех пор пока ты не отпустил клеванту и стало ясно что по центроплану такая некрасивая хрень благо это тандем и ему в целом ну не пофигу но не так страшно как нашел у крылья это точно ха-ха-ха-ха а так конечно боятся а так было страшно истребители смотрите как красивенько звеном летят ну и при этом мы тут на парапланчиках тоже летаем вот это тот самый момент когда удается заснять нужный ракурс ха-ха-ха представляете так рядышком с парапланом вы скажете откуда такое безобразие очень просто мы летаем в одном и том же воздушном пространстве класса гольф и вот такое это абсолютно нормально потому что они имеют такое же право летать в небе как и мы здесь класс гольф и в этом гольфе летают парапланы дельтапланы планира и истребители пожалуйста они промчались помахали крылышками летят дальше так можно летать все вместе то есть не обязательно закрывать и завояк все небо там чтоб никто там не пришмыгнет ни мышь ни никто вот можно летать все вместе безопасно ли это да потому что небо большое есть теория большого неба что в нем очень тяжело столкнуться и чаще всего все проблемы возникают когда в небе пытается что-то избыточно регулировать подумайте над этим у меня м м м ну и мы в мы мы Продолжение следует...